Плавание 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 Республика То есть это поэтапно, да, сначала в районе, в школе, в районе, в городе, то есть вот он, резервная как раз видно. А за сколько лет начинают у вас заниматься? Ну, приходит 7 лет. Вот как раз вот девушка с красивым именем и редким ныне, Любовь. Любовь, расскажи, пожалуйста, у тебя этот сезон был просто выдающийся, он и продолжается, еще три медали сразу завоевала недавно в Перми. А до этого? Похвастайся, да. На 200 метров вольный стиль я проплавала за 2.14 и проплавала за 2.12. Вообще неожиданно. Норматив нам. Подскажи, пожалуйста, это какой? Первый взрослый разряд или уже кандидат мастера спорта? Кандидат мастера спорта. Рекорд республики обновила, наверное, еще умудрилась. А сколько, кстати, в Перми рекордов обновила? Ну, всего только два. Достижения республиканских? Два? Маловато. Ты обычно больше делаешь, да ведь этого? Люба на этих соревнованиях установила два рекорда соревнований. Помимо того, что еще республиканские? Да, да, да. То есть это рекорды всероссийских соревнований. Сюрк призом для вас это стало или вы ожидали? Ожидали, потому что результаты растут. И судя по тому, что она установила рекорд республиканский 37-летней давности на 400 комплекс, побила этот рекорд. Такое редко бывает. Да, да, да. Маргарита, ваша очередь похвастаться своими результатами. Ну, 200 брас. Я поплавала за 3,15 в том году, сейчас поплавала за 3,07. А как, кстати, в эстафете плавается? Эстафета такой командный, ответственный вид. Мы в Перми заняли на эстафете второе и третье места. А за первое-то можно было бороться честно? Чего не хватило немножко, наверное? Не хватило несколько сотых. Несколько сотых. Или шестьсотые отделили от золота. Давайте к нижнему ярусу переходим. Никита Третьяков, кстати, участник эстафеты Олимпийского огня, самый юный, в этом году нес факел. Да, да. Все мы вместе несли. Никит, вот этот именно сезон чем запоминается? Какое самое яркое достижение? Ну, пока что в этом сезоне ярких достижений не было, потому что буквально недавно, в феврале месяце, я принимал участие в привозке федерального округа в городе Пенза. Там достаточно серьезные соперники были. Я пытался попасть на пьедестал, но, к сожалению, у меня лучшее четвертое место. Результатами своими я доволен, я улучшал их, но хотелось бы лучше, поэтому я продолжаю тренироваться. Никита, ну ты у нас феномен, и учишься отлично, тем более в тридцатке, в тридцатом лицее, где учиться непросто. Как вот совмещаешь? И вообще не сбился ли со счета, хотя математики, наверное, редко сбивают со счета своих наград? Не знаю, к сожалению или к счастью, я не считаю своей победы. Я пытаюсь снова и снова выиграть. Для меня это гораздо больше имеет значение, чем считать свои победы в прошлом. Я буду работать для будущего. А будущее это что, если не секрет? Стать лучшим. В мире? Везде. Успехи Майкла Фелпса не дают покоя, наверное? Вы знаете, я никому не завидую, потому что у каждого в жизни свой путь. Каждый идет своей дорогой. И я, может быть, когда был маленький очень, ну было лет 10, да, я, безусловно, смотрел, о, да, Майкл Фелпс. Сейчас я отношусь к этому, что если ты будешь работать, то можно добиться всего. Всего. Маш, согласна с этим? Вот как ты думаешь? Ты таким же путем идешь? Ты так же думаешь, как Никита? Ну, немножко по-другому. Расскажи. У тебя есть кумиры? Есть. То есть ты равняешься на кого-то? Ну, да, пытаюсь. На кого? Ну, например, Райан Волхте. В чем пример можно брать? В технике? Я не знаю, в тактике, в настрое, в победах. В чем? Не стесняйся. Подходит жизнь. А вот так вот помогает Никита. Ольга, ну что ж, вот с такими ребятами, вот с такой молодой сменой, вот вы знаете, мне кажется, у вас в перспективе будут просто великолепные результаты. И тот же Большаков, Винокуров, просто Винокурова, Катя, Гоголев будут отдыхать. Вот правда, вот превзойдут они их достижения. Как вы думаете? Ну, я не буду ставить таких дальнейших прогнозов. Ну, помечтаем давайте. Ну, если помечтать, хотелось бы, чтобы у ребят были, ну, выдающиеся результаты на чемпионатах мира. Чтобы не только Сергей попал на Олимпиаду, потому что на самом деле ребята способные и талантливые. Девчонки, ваши родители болеют? Ну-ка, расскажите мне, Марита Люба. Конечно. Вообще, как попали вот в секцию-то? Расскажите, кто привел? Как вы вообще плаванием стали заниматься? Ну, я с трех лет начала. Кто тебя так вот, понимаешь, в бассейн сразу отправил? Может, кто-то из лодки, из лодки никто не выбрасывал. Папа, плавец в прошлом или просто любитель и поклонник спорта? Ну, любитель спорта. Не пожалела об этом ни разу? Нет. Рита? Я пошла только в шесть лет и начала с бассейна в садике. У нас был, и у меня очень хорошо получалось, и меня мама отправила. Уже там всех побеждало? Да. Соревнования были? Нет. Чем нравится этот спорт, Маш? Вот что привлекает в спорте, что это дает? Вот нет, села бы за компьютером, как большинство детей сегодня. Сидят просто и все. Зачем спорт нужен? Привлекает там. Когда начинает, сначала не нравится, а потом, когда уже проходит где-то два-три года, ты не можешь бросить плавание. Когда еще результаты начинают, да? Да. А вот расскажи, ты недавно, кстати, вот на днях вернулся с американского сбора. Вот поделись эмоциями, впечатлениями. Второй раз, кажется, ты выехал туда, да? Мне кажется, это немножко два разных вида спорта в Америке и здесь. Там подход людей другой, а там все работают. Вот я, вот на самом деле, второй раз приезжаю из Америки и я до сих пор восхищаюсь просто трудолюбием людей. Ольга, а как изменился Никита? Вот вы заметили, может быть, после американского сбора приехал? У него немножко по-другому загорелись глаза, вот. Он немножко, он стал очень здорово делать выплывы, вот. Они привезли фотографии оттуда, вот. Мы взяли определенные приспособления, да, для того, чтобы сделать... А что это за приспособления, кстати, что это такое? Американские технологии? Нет, но сделали здесь сами тренеры у Никиты, вот. И на дорожку цепляются. Резина. Ограничитель. Ага, ограничитель, да. И что это дает в итоге? Сопротивление какое-то. На определенную длину от бортика бассейна. И при повороте спортсмен должен проплыть дальше, чем этот ограничитель. Ну, то есть польза для всех Никита съездил, получается, у нас на сборах. Ребят, вот вы много путешествуете уже по России, несмотря на юный возраст. Никита даже по миру уже путешествует. Вот если сравнить плавание в Ижевске, в Удмуртии и в других регионах, чего нам не хватает? И что бы хотелось, чтобы у нас появилось еще, чтобы ваши результаты еще выросли? Ваши тренажерный зал. Раз. А разве их мало у нас? А специализированный, я так понимаю, тренажерный зал? Да, безусловно, нужны более специализированные залы. Залы сухого плавания, как вы их, кажется, называете? То есть у нас их практически нет. Они у нас в кавычках, видимо, эти спортзалы, да? То есть это шведская стенка, там... Пожалуй, все. Тренажеры какие-то силовые, да? И все. А что еще нужно? На самом деле есть очень много упражнений, как для плавания, как и вообще для поддержания своих мышц, для поддержания себя в форме. Я не смогу вам сейчас, наверное, назвать те тренажеры, которые нужны именно для плавания. На самом деле нужно все, просто в умеренном количестве. Девчонки, ну а вы, давайте, рассказывайте, что бы еще хотелось? В Глазове бассейн, слава богу, есть. Сейчас вот как скажете, так и будет. Так и сразу все построят. Я думаю, что в Удмурте не хватает бассейна 50-х. Вот как расстроится по заявкам Любови Бураковой и Морозиты. А еще дорожек больше в нашем бассейне. Хороших чего? Дорожек. Дорожек. Это как? Ну а соперников-то, соперников-то тоже, наверное, хотелось побольше бы? Нет. Ах, вот как она. Поменьше соперников. Да, буду плавать вот такая, да. Ну еще что, Маш, ну а ты как думаешь? Ну, мне кажется, что условия, чтобы были хорошие в бассейне, там, ремонт, как-то так. Эстетический вид. Да. Кстати, плавание где-то, кроме спортивных дорожек, кроме бассейна, где-то вам пригодилось в жизни? Может, спасли кого-то. Никита никого не спас? Нет. Я хочу маму научить плавать, но пока не получается. Ну, так вот, значит, нужно скоро идти. То есть мама привела в секцию, а сама пока не умеет. Да, нет, она умеет плавать, но она немножко боится воды. Я хочу избавить ее от этого страха. Как говорится, лучший способ это вывести на середину пруда или реки и бросить. Сможешь так поступить с мамой? Ой, нет. Маш, чем полезно плавание? Сейчас по кругу все пройдем и на этом завершим. Выносливость, к примеру. Развивается. Да. Мышцы крепкими взялими стоят. Под водой можно плавать долго-долго. Рита. Тоже думаю, что если бы я не занялась плаванием, я бы больше никуда не ходила, никуда бы не захотела вообще ходить. Ну, характер плавания – это выносливость. Как бы не останавливаться на одном и том же, не зацикливаться на время и продвигаться вперед. К олимпийским победам, надеюсь, у всех где-то эта мечта есть. У каждого спортсмена, мне кажется. Ну что ж, мы желаем вам, конечно же, нашим юным дарованием стать чемпионами мира в ближайшее время, ну, лет через 10. Ну, победителями хотя бы первенства мира или международного турнира «Веселый дельфин» для начала. Да, впереди именно эти соревнования. Никита уже был у нас победителем, кажется, «Веселого дельфина» в прошлом году, если я не ошибаюсь. Новых успехов желаем и наставнику в том числе. Напомню, гостями нашей студии были сегодня Никита Третьяков, Мария Ложкина, Маргарита Дрямина и Любовь Буракова. А также их наставник Республиканской школы Олимпийского резерва Ольга Балагура. Всем желаем новых успехов. И нам успехов. И прощаемся. Ровно через неделю увидимся. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова